Здравствуйте! Российские студенты просят увеличить стипендии на 25%. Дело в том, что сейчас в Думе рассматривается законопроект федерального бюджета, который предусматривает индексацию стипендий на 5,5%. Студенты с таким повышением не согласны, они требуют 25%. Соответствующее обращение направил главам всех думских фракций, уполномоченный по правам студентов Артем Хромов, сообщает Известие. Письмо также подписали представители студсоветов 63 вузов, в числе которых Московский государственный технический университет имени Баумана, Высшая школа экономики, Крымский федеральный университет и Башкирский госуниверситет. По мнению учащихся в вузах, в стране растет безработица. Из-за кризиса финансовое положение студентов стало сложным. На данный момент законопроект уже принят во втором чтении. Индексация вне зависимости от ее объема коснется как базовой и повышенной академических стипендий, так и социальных стипендий для учащихся в вузах на бюджетной основе. Треть российских компаний заявила о начале сокращения зарплат. Как показывает опрос банка данных заработных плат Headhunter, еще в начале года 47% компаний не планировали менять зарплату сотрудникам. Сегодня таких компаний лишь 40%. Меньше стало и тех, кто хотели увеличить оплату работникам. Зато пересмотреть заработок готовы 29% компаний. Раньше их было 21%. При этом чаще всего компании экономят на рядовых сотрудниках. Также опрос выявил, что большинство компаний, урезавших оклады, сделали это на 20-30%. При этом больше всего ухудшилась ситуация с зарплатами в производстве и в продажах. Топливный сбор, который взимают с туристов, могут пересмотреть. Турагентство онлайн-тур попросило ФАС оценить законность существующей практики. Топливный сбор взимают при продаже билетов. Он составляет от 40 до 60% от стоимости перелета. В турагентстве заявили, что на фоне снижения цен на нефть и авиатопливо такие сборы являются необоснованными. Это подтверждает и рост числа жалоб со стороны туристов. Представитель ФАС сказал коммерсанту, что решение по жалобе может быть вынесено к майским праздникам. Напомню, топливные сборы в России взимаются с 2004 года. Стоимость топлива может не включаться в общую цену билета и рассчитываться отдельно. При этом размер сборов регулируется на рыночных условиях. Лысвинский металлургический завод создаст более тысячи рабочих мест. Минпромторг России включил предприятия в перечень компаний, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. В настоящий момент ведется работа над расширением действующего производства. На предприятии готовятся к установке нового агрегата полимерных покрытий производительностью до 110 тысяч тонн в год. Также до конца 2016 года ЛМЗ планирует ввести в эксплуатацию цех холодного проката производительностью 820 тысяч тонн металлопродукции в год. В результате реализации ряда проектов производственной мощности завода увеличится в три раза, будет создано более тысячи дополнительных рабочих мест, существенно возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Рубль продолжает укрепляться бешенными темпами, правда экономисты этому уже не рады. Итак, курс доллара по данным Центробанка на 11 апреля составляет 51 рубль 6 копеек, рухнул почти на 2 рубля. Курс евро упал еще больше на 2 рубля 25 копеек и составляет 54 рубля 27 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.